Фельдшерскому пункту в Краснополе уже больше полувека, а 12 апреля он чуть было не сгорел в огне. Тушить здание помогала фельдшер Валентина Земцова. Это при том, что в это время уже вовсю полыхал ее собственный дом. Валентина Федоровна вспоминает о том дне неохотно. Вышла на улицу, увидела, что горит улица. Побежала сначала, взяла сумку, думала, людям кому-то помощь нужна будет. Потом смотрю, уже сюда подходит к зданию. Выносили документацию, выносили какое-то оборудование. ФАП тогда с большим трудом все-таки удалось отстоять. Огонь уничтожил крышу, обгорели стены. После было принято решение восстановить здание. Сегодня ФАП не узнать условия для работы, как у городской больницы. Стены обшили гипсокартоном, убрали здесь печное отопление, поставили электробойлер, канализацию провели. Не было здесь ранее туалета. Водопровод был подведен только в один кабинет. Вы видели, что здесь теперь водопровод, подведен горячая вода через водонагреватель в каждом кабинете. На капремонт ФАПа ушло три месяца. Сделать такой подарок для 650 жителей Краснополя удалось за счет миллиона рублей из федеральной казны. За счет выделенных республиканских денег, это около 300 миллионов, около 300 тысяч, мы сделали пандус. Для того, чтобы была доступность и для маломобильных групп населения, и чтобы мамочкам было удобно приехать с коляской, с ребёнком сюда. Валентина Земцова за проявленное мужество во время тушения ФАПа будет представлена государственной наградой. Сейчас готовят необходимые документы. Наградить фельдшера орденом решил президент. Он был в гостях у Валентины Фёдоровны в новом доме, построенном после пожара. Виктор Буров, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.